В практической психологии используется такой термин «синдром жертвы». То есть это человек, который упивается собственным страданием и только в состоянии страдания чувствует свою какую-то жизненность. И он, сам того не понимая, каждого человека другого превращает в агрессора, тирана, деспота и так далее. И, конечно, это иррациональное поведение. И для психотерапевтической работы это всегда сложный кейс. Почему? Потому что человек должен признать, что страдания, которые он испытывает, и которыми он в определенном смысле тешил свое эго, я такой несчастный, такой драматический, рыцарь печального ордена, или девушка тоже с каким-нибудь невеселым орденом, царевна Несмеяда. Нужно признать, что это твоя проблема. И люди обращаются с этим комплексом жертвы не потому, что они чувствуют потребность изменить самих себя, а они хотят, чтобы психолог как-то им рассказал, как им поменять мир. Правда состоится в том, что всякий раз, когда нам нужно что-то существенно изменить в своей жизни, мы должны что-то изменить прежде всего в себе. Только после этого мир будет меняться. Поэтому рассчитывать на то, что профессиональный психолог совершит чудеса – это ерунда. Профессиональный психолог поможет вам действительно с собой встретиться, а не с своими невротическими комплексами, страхами, переживаниями и так далее, а с самими собой. И тогда вы почувствуете силу для того, чтобы все это преодолеть, измениться, и в результате изменится ваше восприятие мира, и мир обернется к вам своей хорошей стороной. Она у него всегда есть, но нужно уметь это видеть. Субтитры создавал DimaTorzok